На что жалуетесь Евгений? На боли, в плеснице, в ягодицах. Боль отдает заднюю поверхность бедра, вплоть до пятки. Ходить больно, нагибаться больно. До этого ходил к другому специалисту. Он мне банки ставил, еще что-то делал, но ничего не помогло. А святой водой поливал? Не знаю, не видел. А какие-нибудь заглянания читал? Да, вроде что-то читал. Ну типа остеопатия. Нет? Такого не было? На другом языке. На индийском. На индийском? Да. Какие-то эти читал. В общем, ходил, я к ним уходил и решил найти другого специалиста. Вот нашел тебя. Получше. После серии сеансов стал себя чувствовать гораздо лучше. Уже не так болит. Уже не так болит, не так отдает. Ягодицу при наклонах уже меньше болит. Можно заниматься спортом. Ну конечно, если банки просто ставить, а не работать с мышцами больными, то толку-то какого? Никакого, правильно? Ну я-то не знал. Ну я вообще просто говорю, что вот так если рассуждать, если болит квадратная мышца, поясница, ягодица, то значит квадратные мышцы, поясница, они в спазме, они в гипертонусе. Ягодичные мышцы, там средняя, малая, душевидная. Их нужно, на них можно воздействовать только механически. А что значит механически? Их нужно вывести из состояния спазма, гипертонуса, убрать триггерные точки. Банками это невозможно. Просто невозможно. Банки, они что? Они нагнетают кровоток, создают усиленную гипермию локально. Но если мышцы годами спазмированы, напряжены, в гипертонусе, уже фиброзированы, не живы, то ставь ты банки, бутылки, заклинания. Что хочешь делай, мышцы мягкими не станут, здоровыми не станут, триггерные точки не исчезнут. Поэтому ради какого-то увеселения можно поставить себе банки, бутылки. Они вообще нужны для чего-то? То есть от пользы есть вообще эта процедура? В плане лечения ноль. В плане вот какого-то снятия болевого синдрома, такого локального. Ну, за счет чего? Ну, банку поставили, локально усилился кровоток к этому месту, да? Усилился кровоток, отек, соответственно, меньше воспаления, меньше болевого синдрома. Но это временно, это просто как вот, я не знаю, как такая скорая помощь вот здесь и сейчас. А если мы говорим про лечение такое прямо, ну, надолго, такое тщательное, такое выверенное, правильное, здесь только механическое воздействие руками, какими-то еще приспособлениями и растяжка. То есть мышцы-то спазмированные и укороченные, почему? Ну, потому что продолжительное время человек их загружает, закачивает однотипные ежедневные нагрузки на одни и те же мышцы без растяжки. То есть растяжка наше все. Если ежедневно загружать одни и те же мышцы, ну, допустим, человек вот любит бегать по утрам, вот он бегает по утрам, а мышцы ног не растягивают. Икроножные, заднюю поверхность, квадрицы, да, вот побегал, загрузил мышцы ног, нужно их растянуть. А если их не растягивать, да, после нагрузки, как пример, я беру мышцы ног, икр, да, задняя поверхность, передняя поверхность, да, даже стопы, тоже есть мышцы. И вот если их не растягивать, а только загружать, то в какой-то момент от постоянной нагрузки, загрузки, они перестанут расслабляться, растягиваться, попадут в гипертонус, в спазм и перестанут быть здоровыми и будут причинять боль ежедневную. Что это ноги, что это поясница, будь это грудной отдел, шейно-воротниковая зона, будет болеть голова, потому что головная боль на 95% это проблема шейно-воротниковой зоны и спазмированных мышц, шейно-воротниковой зоны и триггерных точек, которые располагаются в этих спазмированных мышцах, которые дают боль. То есть основной источник боли в теле это триггер-пойнт в мышцах и в соединительной ткани. И основная наша задача уничтожить триггерные точки, будь это в соединительной ткани, будь это в мышцах, в мышечных волокнах. Вернуть мышцам анатомически правильное состояние, это когда по сигналу из мозга они напрягаются и по другому сигналу из мозга они расслабляются, растягиваются. Когда мышцы больные, они находятся постоянно 24 на 7 в напряжении, становятся деревянными, больше похожие на сухожилия, фиброзируются, их окутывает соединительная ткань, которая уплотнена коллагеном и кальцием. И мышечные волокна начинают превращаться в сухожилия, фиброзироваться, перестают растягиваться. Человек хочет нагнуться к ногам, а не может, потому что мышцы не пускают. Знакомая, да, ситуация? Нагнуться к шнурке, завязать невозможно. Вот, у него. Человек думает, что это позвоночник ему не дает. Нет, это мышцы не пускают, спазмированные, укороченные, жесткие. И вот для того, чтобы человек смог самостоятельно завязать шнурки, нагнуться, повернуться, нужно освободить его мышцы от тисков. Нужно освободить его позвонки от мышечных тисков, нужно освободить межпозвонковые диски от мышечных тисков. А чтобы их освободить, их нужно сделать мягкими, эластичными, убрать эти мышечные тиски. Убрать тиски, которые сдавливают и диск, и позвонок, и сустав. Мешают человеку жить, дышать, ходить, бегать и так далее. Павел, вопрос можно? Да. Вот, смотрел твой последний стрим по поводу грыжи и все, что с этим связано. У меня вопрос такой. Если все-таки человек попал в вот этот вот 5-процентный... Да, корешковый синдром. Да. И вот этот вот диск вылез как раз именно в ту сторону. Да, сдавливает корешок. В этом случае можно обойтись без операции и снять болевой боль? Ну, то есть, вообще, в принципе, чтобы не болело. Ну, для операции есть несколько показаний. Первое. Кстати, боль не является показанием для операции. Первое. Это онемение, дисфункция, конечности. То есть, человек не управляет ногой. Да? Не может встать на ногу. Второе. Онемение и чувство дискомфорта в области гениталии и в паховой зоне. То есть, вот это показание. Следующее. Это дисфункция органов малого таза. То есть, может быть, недержание мочи, кава, может быть, запор. Это дисфункция. То есть, если есть такая симптоматика, онемение, дисфункция конечности, покалывание, ощущение мурашек, невозможность управлять ногой, невозможность встать на стопу. Ну, плюс, есть еще болевая симптоматика, может прибавиться. Дисфункция органов малого таза, это запоры или недержание, плюс, онемение и ощущение болезненности в паху. Поэтому, если есть такая симптоматика, нужно незамедлительно проводить операцию. Потому что там уже время идет на часы. Потому что, если есть данная симптоматика, это говорит о том, что корешок очень сильно сдавлен и он может просто не восстановиться. А просто боль в спине без онемения, без покалывания, без мурашек по ноге, без каких-то ощущений в паху, без другой симптоматики. Просто боль не является показанием к операции. Еще один вопрос. Да. Ну, вот, допустим, ты всю жизнь занимался спортом, как я. Это привык делать всегда то, что ты хочешь. Не ограничивай себя ни в каких движениях. Ну, где-то, ну, это было раньше. Американский футбол, я не знаю, там, век, волейбол и так далее. То есть резкие движения, прыжки в сторону, прямо. И вот, допустим, тебя ограничивают при каких-то резких движениях. Такая, ну, она не поддерживаешь, конечно, но боль, которая тебя осаждает. И ты, соответственно, себя сдерживаешь. Не делаешь эти движения менее резкими. То есть вот в районе поясницы. Это может быть связано только лишь с триггерами. Или кто-то осмотрелся. Ну, в основном боль в теле 95% носит миофасциальный характер. То есть что? Миофасциальный – это миомышцы, фасция. То есть это мышечно-фасциальная боль плюс составляющая тридерной точки как результат продолжительного спазма в мышцах, мышечных волокон. То есть если мы понимаем, что 95% боли в теле нам создают триггерные точки, укороченные мышцы, то мы должны смотреть в эту сторону. То есть если какие-то есть дискомфортные ощущения в области квадратных мышц поясницы, ну, для начала нужно попробовать самостоятельно растянуться, прогреться. Какие-то упражнения для растяжки именно в этой зоне. Сходить на процедуру к специалисту, который работает исключительно с мышцами. Не остеопат, не мануальный терапевт, не костоправт, а именно миотерапевт. Миотерапевт. Если дело в мышцах, а как правило дело в мышцах, то проблема будет решена. Проблема будет решена. Но если уже есть болевая симптоматика, допустим, в квадратных мышцах поясничного отдела, то я рекомендую все-таки прекратить тренировочный процесс, чтобы не усугубрить состояние мышц. Потому что если болит поясница, то это не позвоночник болит. Позвоночник болеть не может. Там нечему болеть. Это не суставы болят. Там тоже нечему болеть. Это болят мышцы. Квадратные. Вот я вот сейчас здесь работаю. Там у тебя, как я называю, орех. Орех. То есть что это значит? Там есть триггерная точка, и она окутана фасциальной тканью. То есть вот когда продавливаешь, да, ощущается такой, как комок. Комок. В мышцах не должно быть никаких комков. Вот здесь у Евгения в квадратных мышцах поясницы, именно вот здесь, большой такой комок. Из чего он состоит? Первое. Мышечные волокна. На мышечных волокнах есть более уплотненные. То есть триггерная точка – это пиковый участок напряжения. Мышца напряженная. Волокно напряженное. На этом волокне есть такие, как узелки. Узелки. Воспаленные узелки. Это триггерные точки. И вот эти узелки, чтобы их изолировать, чтобы мозг не отвлекался на болевую симптоматику, они начинают, их начинает изолировать, соединительная ткань. То есть она как бы их обволакивает, 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 и из маленькой триггерной точки превращается в такой комок. Обволакивает их соединительная ткань. Она становится в районе триггерной точки, Соединительная фаса более плотная, жесткая Почему? Потому что организм туда посылает большие порции коллагена и кальция Для чего? Для того, чтобы изолировать вот эту триггерную точку Но она же все равно там остается Даже если локально в пояснице не будет больно при нажатии Триггерная точка, оставшись там в квадратных мышцах, будет давать отраженную боль То есть вот, допустим, здесь есть триггерная точка Здесь, пока не доберешься туда, не болит Но она же там есть, и она дает отраженную боль по ягодице По ягодице Отраженную боль сюда может давать И поэтому ее нужно убирать Потому что пока ты не уберешь триггерную точку из квадратных мышц Из каких-либо других мышц Все равно будет болеть Периодически, постоянно будет больно Нужно убирать триггерные точки И чем дольше эта ситуация остается Тем больше комок образуются вокруг триггерной точки И тем большее количество процедур нужно будет И тем больше болезненных ощущений будет у пациента Поэтому не запускайте ваши триггерные точки Не давайте разрастаться вот этому кому фиброза Работаем Так, какие еще вопросы? Павел, скажи, а триггерная боль Она может напоминать прострелы Поясничные прострелы Такая резкая при каких-то резких движениях Так она и есть триггерная боль То есть это похоже, похоже боль, да? Или нет? Поясничные прострелы Когда вот нерв простреливает Нерв не простреливает Нерв Нерв не болит Нерв, если что-то сдавливает Нет Боли нету Мы говорим про нервный корешок В пяти процентах из ста Сам нерв, любой нерв, неважно где Это не что иное, как провод По которому идет электрический импульс От мозга и в мозг И если что-то сдавит нерв Где-то, ну допустим Так называемая синдром брушевидной мышцы Нам рассказывают, что грушевидная мышца Сдавливает седалищный нерв И поэтому больно Нет Больно не поэтому Это бред, ахинея и неверная информация Если грушевидная мышца Сдавливает седалищный нерв А сдавить она его может только в каком-то случае Когда она в напряжении Когда она укорочена Она его сдавливает И если грушевидная мышца Сдавливает седалищный нерв у пациента будет следующая симптоматика а не менее по ноге дисфункция по ноге ощущение мурашек по ноге почему потому что мышца сдавила провод и сигнал не проходит от мозга сигнал к ноге не проходит мозг дает сигнал поднять ногу сигнал идет по нерву к ноге но нефта пережат здесь электрический провод сжат сдавлен сигнал не проходит это есть дисфункция конечностей это есть они менее если сдавливается где-то просто нет боли нет есть они менее дисфункция конечностей я всех вас отправляю в кабинет стоматолога когда стоматолог делает укол обезболивающий укол он его делает что вы ощущаете после укола в нет да да вы чувствуете а не менее и дисфункцию даже можно отпустить по щеке потому что вы не чувствуете боли то нету а чем отличается нерв здесь от нерва здесь ничем один и тот же нет нервная система поэтому запомните раз и навсегда если вам кто-то говорит что у вас болит здесь в ноге ягодица из-за того что душевидная мышца сдавила седалищный нерв жмите руку этому специалисту и уходить от него потому что это профан и безграмотный уже специалист если сдавали нерв боли нету работаем она меня в масле потом будем прощаться нажму как информация информация что можно сказать на зарезда ничего даже добавить нечего работаем глубокотканный медицинский массаж с применениями с применением миопрессуры и как всегда по традиции андрей петрович лукьянов большое спасибо привет и всегда помним у вас в вашем мастерстве вашем вкладе в здоровье опорно-двигательного аппарата всех людей в том числе и меня сейчас ну где-то на 9 потому что пока еще локти не подключены но мы мы тебя повернем на бочок уложим спать и начнем работать локтями или локтями как тонко подметил мой знакомый боец и мама рафаэль физиев у него я вчера видел пост в инстаграм где он показывал как он танцует локтями никому не советую никому не советую потому что плане техники танца локтями рафаэль физиев номер один но мне есть чему стрелиться потому что придется для того чтобы разбить вот этот фиброз применить не звать же мне рафаэль физиева из америки рафа привет рафа привет перейдем на ягодичную да я сразу работаю я работаю квадратные мышцы ягодичные мышцы подошли поясничные мышцы это уже следующий процедуре потому что я не рекомендую в одну процедуру закладывать и пояснично-поздушные мышцы и квадратные ягодичные заднюю поверхность бедра но это все-таки тяжеловато больше тяжеловато даже для пациента эмоционально потому что если грамотно правильно работать с пояснично-поздушными мышцами это болезненная процедура этого мне какой-то там уже висцеральный массаж нет это серьезная такая проработка очень глубоко расположены мышцы которая очень важная почему важно ну китайская медицина называет пояснично-поздушную мышцу коварной змеей потому что ну во первых она довольно таки крупная длинная и почему коварная потому что она может провоцировать заболевания внутренних органов органов и имитировать заболевания внутренних органов очень очень важная мышца и очень важно чтобы она была здоровая а что значит здоровая не укороченная не спазмированная без триггерных точек растянутая эластичная вот что значит быть здоровой мышцы как самочувствие больно вот вот это вот это я понимаю больно но великолепно вот это будет девиз как там на процедуре упала больно но великолепно о май гад не у нас не клуб сада маза у нас у нас все серьезно у нас серьезное лечение направленное на избавление в долгу от боли это все не вот эти там баночки потряхивание это все не работает если мы хотим помочь пациенту надолго навсегда только так только механическое воздействие только глубокотканный массаж миопрессура можно подключить ударно-волновую терапию можно подключить обкалывание триггерных точек но в данной ситуации у данного пациента это этого не нужно достаточно только механического воздействия достаточно только глубокотканного медицинского массажа с применением миопрессура андрей петрович руканов а вас помню аппарат мне бы не помешало сделать или нет или можно обойтись тебе можно обойтись я просто хотел добавить до того как я приехал на пукет так это было в двенадцатом году соответственно я до этого занимался спортом после этого не прекращал и соответственно обратился вот в банком до павла я не помню что когда было никогда не делал подобный массаж вообще ну я что хочу сказать во первых почему не делают такую процедуру во первых не умеет нет во вторых не знаю в третьих это одна из важнейших причин это тяжело физически и не хотят работать не хотят проще баночку поставить проще вот здесь что-то поделать там типа как там это швы черепа ну что там делают смещаются кости черепа вправлять короче всякие вот это ахинею несут а человек приходит пациент кости черепа а ему воздействуя на пятку лечит шею воздействуя на ухо лечит поясницу это же фантастика только это все полный смысле ерунда это полная ерунда посмотрите на меня я за процедуру я уже весь мокрый а мы только полчаса работаем я за процедуру я теряю 300 калорий в день 5 процедур полторы тысячи калорий ну я не жирные я нормальные там сидела да теперь посмотрим на среднестатистического массажиста терапевта физиотерапевта ну всякого вот этого остеопата не буду ругаться матом просто скажу остеопата как он выглядит но в основном это такой сам больной человек поэтому до регалии и знания и образование да но порой что происходит меня тоже есть месяц к образованию меня все это есть и дипломы и по конуальной терапии и по чему только нет но я вам скажу что вот данной техники данному пониманию не учат не в институтах не на курсах не еще где-то поэтому и люди поголовно как болело у них так и болит да ничего не меняется ничего не меняется плюс ко всему я даю людям информацию она важнее даже потому что зачастую пациенты приходят уже опустив руки они потеряли всякую надежду побывав на банках на бутылках на всяких склянках на всякой ерунге побывав они уже теряют надежду приходит сюда думать а я ладно очередной какой-то там простофили обманщик да ну попробуй вдруг получится и что вы думаете получается боль уходит человек выздоравливает и больше не приходит ко мне мало того он получает информацию такую первое что нужно делать когда заболела вторая когда болит это не позвоночник не суставы это мышцы то есть человек уже точно знает в его голове меняется картина если до прихода сюда если где-то заболела допустим в пояснице он думал что это позвоночник а позвоночник не болит и это говорят только простофили и необразованные неграмотные люди болят мышцы то пациент уже знает что если заболела здесь то здесь надо потянуть размять на роли покататься растяжку поделать и поэтому они не приходят сюда они даже вообще никуда не ходит ни на какие массажи потому что заболела потяни растяжка наше все информация информация для людей становится открытием что болят не позвонки болят не диски болят а болят мышцы понимаете даже медицинские работники от меня узнают эту новую информацию что у них годами болели не позвоночник суставами а мышцы и для них это такая шоковая информация что это ножку мы сбрасываем сюда растягивайся сюда мы будем сразу одновременно работать и растягивать два в одном расслабленном сбросил ты можешь чуть ближе к краю вот так растянулся под весом ноги у нас одновременно растягивается квадратные мышцы и я получаю более удобный доступ уже глубже проработать сейчас я немножко и поверхностно прорабатывал а вот в такой позиции одновременно и растягиваем и прорабатываем это очень удобно берите на вооружение чуть-чуть сюда здесь особо не надо хвататься просто растянуться все нормально тянет здесь меня тогда сюда опять тянет а вот есть ощущение ну есть конечно натяжение все супер погнали работаем так теперь уже можно подключить тайное оружие рафаэль физиев танцы с вогтями отлично вот задача какая вот я нащупал орех до самого чувствуешь и нужно раздавить нужно продавить нужно оживить квадратную мышцу за один сеанс попробовать его раздавить ну тогда что хардкор массаж погнали раз пациент требует тогда работаем работаем водичка возьму и мы начнем уже серьезную работу вот вот да 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 есть есть отлично супер растягивайся растягивайся вот вот он вот слышишь хрустит вот смотрите чтобы добраться до этого ореха фиброза мне понадобилось 40 минут чтобы здесь все размякло насытилась кровью если сразу долбить по полной как делают многие ребята не упрессорщики этого это плохая идея потому что центральная нервная система испытывает серьезнейшую перегрузку а вот такое постепенное это нормально так же лучше же великолепно все вот слышишь хрустит не так не достаю а вот так вот эти квадратные мышцы они очень такие они ну по размеру небольшие да не крупные но можно такие толстые и чем затрудняется проработкой их их невозможно придавить кости если ну допустим мышцы здесь можно да там кости придавить то квадратные мышцы они как бы в невесомости находятся и работаем работаем работайте с той стороны хардкор 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 у него трессура здесь тоже локтем но не такое сильное воздействие потому что здесь еще получше вот так можно здесь поработать вот четко четко прямо вот ну такое ощущение как будто по дереву по дереву понимаете если вы здесь будете вот так возюгать баночку ставить смотрите как я воздействую я всей массой тела продавливаю и только таким образом получается воздействует на фиброз знаете а вот это все баночки вот эти все они не помогают вы обманывают обманываете пациента вы обманываете себя о попал до 10 баллов сейчас отлично вот это хардкор да так ну-ка подожди-ка я стул возьму а еще давай потому что раз уж так евгений подключиться чем больше силовать действий меньше а прямо труда поднеси может слышно будет сюда поближе все выбирать не знаю свыше ли вы хруст но хруст стоит такой эпический растягивайся растягивать все идет на борьбу с фиброзом и стул и локти погнали давай выдыхай выдыхай попал немножко выше а здесь нет сюда здесь нет нет не здесь давай ага все давай я с другой стороны зайдем давай меняемся а попал о да 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 точно вот я если бы кто стоял за дверью подумал что здесь происходит вообще о да 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 попал о чем эти люди вообще говорят здесь что здесь творится сразу хочу сказать что в такой манере без договоренности с пациентом без его намерения так работать вы не имеете права работать мне часто пишут пациенты не меня туда чуть назад двигайся назад чтобы растянуться не ровно смотри ровно двигайся назад ровно еще 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 двигайся назад назад да 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 еще туда и забрасывай но и сюда раз а че то растяжение вот мне часто пишут пациенты вчера писал пациентка рассказывала как она посещает процедуру неопрессуры и специалист просто я сказал больно не больно терпи полчаса я буду фигачить квадратку пациентка пришла на первую процедуру ну что это за ерунда даже вторая третья четвертая процедура вы должны быть в контакте с пациентом если пациент позволяет его болевой порог позволяет так работать вы работаете нет снижаете активность снижаете нагрузку а вот это больно не больно буду долбить квадратку терпи разбивать фиброз это не это неправильно это это наносит травматизацию травматизацию потом мозг не захочет приходить на такую процедуру о сразу попал о чуть-чуть сюда вот в данной манере пациент евгений он позволяет мне работать я работаю если бы не позволял вот сегодня придет скоро другой пациент девушка естественно так работать я не буду попал нет вот пальцы когда делать четко попадаешь локтем больше нам вот это вот ребра попадаешь вот сейчас вот четко прямо нужно быть постоянно в контакте с пациентом постоянно не надо там какой-то гордыни не надо что он там специалист знаете если вы не будете контактировать с пациентом не будете прислушиваться к нему то у вас пациентов в итоге не будет вот еще варьируйте нагрузку здесь сильнее здесь уже размята здесь послабее потому что не так здесь волокна размяты варьируйте нагрузку варьируйте нагрузку видите вот пациент подметил что локтем здесь плохо прорабатывается на ребра попадает да значит используем пальцы пальцами четко да на все сто вот так если нет ну да понял 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 все понял вот так чуть чуть сюда вот хорошо чувствую да вот так должен работать специалист не сидеть смотреть на баночки поставленные или на иголочки а работать работать отрабатывать каждый цент так зачастую я слышу про специалистов которые не хотят работать ленивые 10 да у меня уже скоро пальцы сломаются так вот но одна процедура как пять одна процедура как пять поэтому еще раз говорю без контакта без плотного контакта с пациентом разговаривайте с ним спрашивайте прислушивайтесь к информации от него не надо вот так тупо брать и долбить как говорят квадратку это 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 от непрофессионализма но когда через ваши руки пройдет несколько тысяч пациентов вы будете чувствовать уже ощущать вот эту вот эту энергию можно так сказать что евгений есть вопросы что тут даже добавить нечего наукомен 10 сколько времени еще минут 23 в в в в 90 в Поехали. Хочется прийти на какой-то очередной сеанс, и Павел скажет, Евгений, мы сделали это. Все, надо приходить. Отлично. Ну, мы почти завершаем. Следующее у нас это будет компресс с горячими полотенцами, но мы это снимать не будем. И растяжка. Сделаем комплекс упражнений на квадратные мышцы, на ягодичные мышцы. Для чего? Для того, чтобы начать придавать проработанным мышцам анатомически правильное состояние. А это какое? Не слышу, слышу, ну-ка скажите мне, какое? Расслабленное. Не совсем верно, Евгений. Анатомически правильное состояние это когда мышца по сигналу напрягается из мозга и по другому сигналу, по второму, расслабляется. Когда мышцы больные, они постоянно находятся в напряжении. 24 на 7. Цель данной процедуры придать мышцам анатомически правильное состояние, чтобы они и расслаблялись и напрягались. Тогда, когда этого хочет сам пациент. Они, чтобы они не находились в напряжении круглые сутки. Пациент лежит, они в напряжении. Пациент стоит, они в напряжении. Пациент спит, они в напряжении. Такое состояние у 98 процентов населения планеты Земля. Потому что наше тело, когда создавалось, не подразумевалось, что мы будем сидеть часами, приседать со штангой, бегать кроссы. Этого всего не подразумевалось. Наше тело создавалось под другие цели. Но мы эксплуатируем наше тело не так, как это планировалось. И поэтому люди страдают. И проводя данную процедуру, мы, точнее я, возвращаем мышцам их анатомически правильное, здоровое состояние. И растяжка нужна для того, чтобы мышцы начали растягиваться и перестали быть постоянно в спазме. Горячий компресс. Комплекс упражнений. Пациент идет домой. Вечером он сегодня будет прогреваться. В ванне, в душе, компресс будет растягиваться. Но нужно растягиваться между процедурами совсем-совсем чуть-чуть, без фанатизма. Просто не давать волокнам опять стягиваться. Чуть-чуть держать мышцы, мышечные волокна в растянутом состоянии. Если не растягиваться между процедурами, волокна опять будут стягиваться, опять будут спазмироваться. Пациент сегодня вечером прогреется, снимет отек. Да, потому что компрессом я тоже буду снимать отек. Потянется чуть-чуть, совсем-совсем чуть-чуть. Завтра утром он проснется, опять прогреется в душе, в ванной, компресс, что угодно. Не крем, не мазь, нужно мокрое, влажное тепло. Это вот горячее полотенце, хамам, сауна, ванная. Завтра утром он проснется, прогреется и опять чуть-чуть потянется. Сделать наклончики сюда, туда, сюда. Сделать там позу голубя из йоги для ягодичных мышц. Днем он потянется и вечером он потянется. И так он будет делать каждый день между процедурами. Загружать эти мышцы он не имеет права. Что значит? Ему запрещено экстензии, гиперэкстензии, закачка спины, пресс. Все, что связано с загрузкой квадратных мышц и воздушно-поясничных мышц. Это табу. То есть нужно взять себе месяц для того, чтобы мышцы задышали полной трудию, чтобы они восстановились. Если после вот этой процедуры пациент пойдет завтра и будет закачивать спину, или делать экстензию, или качать пресс, это все впустую. Это все, весь труд мой его, это все впустую будет. Поэтому, когда ногу, руку человек ломает, ему ставят гипс, и он не идет же этой рукой в гипсе бить по боксерскому мешку, по груши. Правильно? Он же дает зажить, восстановиться костям. С мышцами то же самое. Если мы лечим мышцы, значит мы им даем восстановиться. А потом уже через 2-3 месяца вперед, качайся, закачивайся, делай что хочешь, но не забывай про растяжку. И нужно помнить, что основное терапевтическое воздействие восстановления будет происходить уже после курса процедуры. Когда я не буду травмировать мышечные волокна, когда никто не будет повреждать мышцы, чтобы они заново восстанавливались и регенерировались. И основное восстановление будет происходить в течение первых 3-4 недель после курса процедур. Это нужно понимать. Понимаете? Вы понимаете. Все. Мы почти завершаем. Как я сказал, сейчас мы отключаемся. Я пойду поставлю чайник. Мы сделаем компресс Евгению. Потянем его мышцы. И отпустим нашего пациента обратно туда, в тепло, в солнце, в букет. Как самочувствие? Отлично. Чуть-чуть ножки сюда. Еще раз вниз, от вниз. Ищем в пациенте. Ищем в пациент. Там нет вопросов? Ну все, ребята. Будем прощаться. Если будут снижаться с самими друзьями, с вами, это мegt мыщик. вопросы пишите задавайте вопросы я всегда готов ответить всем здоровья счастья от нас море позитивных эмоций лучи добра лучи пукетского пукетского солнца и лучи нашего искреннего сердечного добра вам дави разумеется все всем хорошего настроения здоровья пока пока